Ты давай. Привет! Ты хочешь посмотреть, что тут я про тебя рассказывала? Меняются города, меняются обстоятельства в нашей жизни с Рафаилом. А всё равно год мы с ним воспринимаем как вот лето, наше время, потому что в это время мы с тобой встречались. Вот осень, опять наше время, потому что мы с тобой осенью поженились. 23 октября мы будем праздновать 18 лет со дня нашего венчания. 18 лет! Так быстро время идёт, летит прямо. И мы всё время, я пытаюсь, Анна, какие-то новые места показать. Сперва это были новые районы в Иерусалиме, новые улички, новые какие-то области в Израиле. А вот сейчас мы продолжаем вот открыть для себя и для вас тоже новые места. Как мы познакомились? Ну ладно, никогда вам не рассказывали. Вот в этой передаче расскажем. Про свадьбу рассказывали, про венчание. У нас есть выпуск «Наша Иерусалимская свадьба». А вот как мы познакомились? Чего всё вообще начиналось? Вот это будет в этом выпуске. Ну, познакомились мы в 2006 году и познакомились мы в театре. Дело в том, что я по первому своему образованию профессии музыкант, а вообще я артист по вообще своей вот сущности внутренней. И поэтому был период, когда я серьёзно подумывала о кино. И подумывала я о том, чтобы делать такие очень интересные музыкальные проекты, музыкальные клипы. И я решила поэтому поучиться актёрскому мастерству. И вот я попала в театр «Микро», в студию театра «Микро» к режиссёру Ирине Львовне-Горелик. Я была у неё в студии театральной, которая при театре была. И, прозанимавшись несколько месяцев, попала в её спектакль. Ей очень нужна была музыка для её нового спектакля. Как раз должна была быть премьера спектакля «Обеты» по роману Томаса Мана «Иосифа и его братья». И, как сказала Ирина Львовна, у меня всё разваливается. Мне нужна музыка, но нужна очень необычная музыка. Мне нужна импровизация, притом прямо на сцене во время спектакля. Я, конечно, пришла в ужас, сказала «Я? Я вообще импровизировать не умею. Я классический скрипач, музыкант». Она сказала «Деточка, ты умеешь всё». И поэтому, соответственно, у меня уже назад хода не было. И вот я должна была за два месяца до премьеры войти в неё, соединив всё музыкальной ролью, образом, который она мне придумала, который мы вместе с ней потом разработали и родили. В общем, сделали что-то совершенно потрясающее. Познакомились? Ну, если серьёзно говорить, так, мне кажется, мы никогда не познакомились. Как бы вот момент, когда мы как-то познакомились, или кто-то нас познакомил друг с другом, на мой взгляд, или, вот, как сказать, моя версия, в этих событиях никакого знакомства не было. Что было? Это был какой-то магический молитвенный акт. Акт призывания Анна. Вот я из своей воображения, из своей души, из своей одиночества призывал, чтобы появилась вот такая же Анна. И вот она и появилась. В общем, призвал на свою голову, называется. Место, где это всё происходило, да, происходило это в театре, потому что театр — это место, где всякое волшебство бывает, и где вот у некоторых людей самое серьёзное их знакомство происходит в театре. И в моём случае можно сказать, что все мои дружбы, или подруга, или так далее, вообще отношения у меня всё было связано именно или косвенно, или напрямую с театром. Ну правда, когда вы познакомились-то? Ну, мне кажется, вообще ещё незнакомые. Кто это такая вообще? А, это кто такой вообще? Вообще, наверное, секрет любого нормального брака — это когда люди продолжают знакомиться. Вот весь процесс после знакомства, все годы, которые они живут вместе, вот они всё знакомятся, знакомятся, открывают друг друга. Потом бывает щёлк, ты просыпаешься, ну, что-то не бывает. А-а-а! Кто это? Ну да, такое тоже, наверное, бывает. Люди разводятся. Да. И вот для начала Ирина Львовна говорит, ты приди, посмотри просто репетицию, чтобы ты поняла, в каком стиле, как всё это происходит. Я прислала на репетицию, и как раз это были сцены Иосифа Прекрасного и жены Патифара. И Иосифа Прекрасного играл Рафаил. И тут, девочки, я как увидела и прямо влюбилась, а вот и нет, совершенно всё было не так. Ничего я не влюбилась с первого взгляда. Я была занята своими творческими задачами. Но то, что я с первого взгляда увидела, это не дюжинный совершенно талант. Это очень яркое, такое сильное сценическое присутствие, темперамент. И вообще просто Рафаил был другой. Вот он очень сильно отличался от всех актёров других нашего театра. Ну и внешне, конечно, тоже, но больше всего, наверное, внутренним каким-то своим содержанием. А ты знаешь, что вообще-то изначально мне пьеса не понравилась? Я прочитала, когда саму пьесу, которую мне режиссёр дала, она была скомпилирована из разных источников, потому что Томаса Манна же роман Иосифа и его братья, не пьеса. Поэтому режиссёр её сама там написала, скомпилировала. Она человек очень талантливый, но мне не понравилась. Не понравилась по ряду причин. Там был современный драматург какой-то расистский, по-моему. Да, женщина, кстати. И там были сцены какие-то очень откровенные. Там была какая-то очень, хоть очень приземлённое изображение библейских персонажей. Как, ну, просто людей с их психологиями, там, с их страстями, любовями. Вся приземлённость была как раз то, что касается Якова. А я играл его сын, Иосиф. Там как раз в основном текст был Томаса Манна. И я передал тоже определённое, мне кажется, желание, стремление к чему-то такому священному. И это оправданно с точки зрения Иосифа. Но его отец даже в самом Библии, да, не говорю, что это всё было так же, как у этого современного российского драматурга, который, не помню её имя, из которого взяли те сцены, которые про Якова в основном. Это оправданно, потому что сама история про патриархов и про Авраама, про Исаака, про Якова довольно приземлённая и, я бы сказал, не очень, даже не очень духовная, особенно на первый взгляд. О том, что он уже тогда был христианином, я ничего не знала и не подозревала, поскольку он был ивритоговорящий, англоговорящий артист. Да, и откуда я могла представить себе, что он вообще-то уже три года как христианин. Что, ну если без магии, а так говорить конкретно, как мы познакомились, ну никак, ну просто вот репетиция, я в роли Иосифа, и Анна приходит, по-моему, она сперва была просто как качество зрителя, она ещё, я не знал, скрипач ли она или не скрипач, она приехала без скрипки. И могу сказать, конечно, что не было никакого любовь с первого взгляда, потому что Анна меня очень как-то раздражала. Мне показалось, что она ведёт себя немножко как-то очень наигранно, искусственно, фальшиво, пытается как-то выглядеть более как бы девчачья, чем она на самом деле. Далее вот, ну какой-то, ну неискренностью, которая мне как-то не очень понравилась. Также у нас уже в театре как бы сложилось вот определённые вот какие-то отношения, вот какой-то вот вдруг какой-то чужой человек, поэтому нет, любовь с первого взгляда однозначно там не было. Я не вела себя фальшиво, просто у любого человека в коллективе есть определённая роль, определённый какой-то имидж, что ли, который... Ну, значит, не очень удачное. А ещё, если ты помнишь, вот представь себе сейчас, что ты звонишь кому-то, ну, это ещё до того, когда я звонил, но когда я стал тебе звонить, что обычно любой человек, который звонил тебе, неважно, кто это, ухажёр, монах или звонил, или духовный отец, или папа, или мама, что они слышали? А, ну да. Ну, спой, спой, пожалуйста, вот это. Я, чтобы разозлить своего папу, царство ему небесное, я поставила бесподобный совершенно такой автоответчик себе в телефон, который исполнял песенку такую. Ну вот, а после репетиции мы с режиссёром очень долго проговорили с Ириной Львовной, пробовали разные этюды делать то-сё, а потом, в общем, уже было время за полночь, она меня забрала к себе домой ночевать, ночь я всё тоже проворочилась, утром в 6 утра она меня разбудила с какими-то опять идеями, мы с ней опять взялись за работу, к 10 утра мы уже были опять в нашем подземелье репетиционном, и вот первая репетиция. Представляете, как я нервничала. Для других ребят, актёров, я была какая-то новенькая протежережиссёр, какая-то тут ещё Аня появилась, да. Кроме того, они вообще не ожидали, что в их спектакле, который они уже там чуть не год репетировали, какая-то ещё музыка теперь появится, притом классическая, притом скрипка, притом импровизация. То есть для них это был шок не меньше, чем для меня. И, конечно, мне было очень стрёмно, стрессово, напряжённо, неприятно, трудно расслабиться, войти, так сказать, в зону. Ну, благо я это делать умею, справилась с этой задачей, но такое, знаете, такое вот в воздухе, такое неприятие, некое такое напряжение витало. И вот как раз-таки тот человек, на которого я очень быстро почувствовала, что я могу опереться, был как раз Рафаил, потому что от него исходила невероятно позитивная, добрая энергия, приятие, отличного партнёрства со мной. И вот он разрядил обстановку. Что я знал, это что для нашего спектакля ищут человека, музыканта, который бы действительно мог не просто дать фон, но вот рожать каких-то сцен именно из музыки. И для меня эта идея была очень близка. То есть до того, когда она появилась, у нас мы просто включили диск с разной музыкой, иногда классической, иногда выбрали УД, да, Мунир Башир, это такая лаута арабская, и я должен был под этой музыкой играть. Для каких-то актёров это было органично, то есть действие и фраза актёрская вместо музыкальной фразы. Мне это как раз подход, который мне очень близок. А для некоторых артистов этот подход был немножко чужой, им было немножко трудно с этим. И вот когда Анна появилась, ей не сразу удалось тоже войти вот в это, как бы понять, как бы что от неё требуется. Но очень быстро она ловила это, и вот её игра мне очень помогла. То есть в каком-то смысле я чувствовал, как она творит вот эти разные действующие лица через её музыку, как будто она играет и призывает их на сцену, сопровождает их. И мне это очень помогло. И более того, я как человек тонкий, музыкальный, почувствовал, что то, что она делает, это, конечно, на самом деле потрясающе. Так что вот тут я уже по-другому стал относиться к её работе и так далее. Тем более, что мне кажется, что не у всех людей, которые тогда были в театре, у них положительное отношение было к её роли, потому что были люди, которые им как раз вот эта скрипка, это очень сильный инструмент. А у них, у некоторых, например, была не очень развита дикция и так далее, и они не понимали, как, вот они боялись, что эта скрипка просто их заглушит полностью. А поскольку я человек с характером, ну, скрипка и даже опорный вокал не будут глушить мою линию, скажем так, да? Во время репетиции есть обязательно перерывы, в перерывы артисты курят, а я вот не курю. И это был ещё один момент, который меня, скажем так, отделял от коллектива. Но в скором времени оказалось, что есть ещё один человек, который не курит, и вы догадались, это, конечно, Рафаил был. Он как раз к тому времени бросил курить уже какое-то время. И вот мы сидели, как в английских фильмах, в разных углах комнаты, молча, не разговаривая друг с другом, и через какое-то время он принёс мне чай. И мы стали молча вместе пить чай. Липтон, естественно, ну, какой же ещё чай? Можно пить англичанину в Израиле, да, другого приличного чая там нет. Вот так мы чай с тех пор и пьём, уже 18 лет. Правда, теперь мы пьём твинингс, вот, и всякие другие чаи, да. Ну, чай нас вот так сроднил, и так оно и осталось, а? Да, это вообще, конечно, была потрясающая история, потому что ни Рафаил, ни я, в общем-то, не знали о том, что мы оба христиане достаточно долгое время. Как я об этом узнал, я об этом уже говорил, это что речь шла про иврит, и как язык, да, и режиссёр сказал Анне тоже, вот, ты должна это знать, это язык твоего бога, да, вот, я знаю, телеканал «Союз» тоже делали такую передачу про язык твоего бога, но вот я таким образом понял, что Анна на самом деле христианка, то есть, как бы, что такое язык бога? Бога нету языка, это означает, что воплощённый бог, то есть Слово Божие, Иисус Христос, он когда жил на земле, он, естественно, говорил и на иврите, и на арамейском, на греческом тоже, но, в принципе, его язык священный – это иврит. И тут же я понял, что кроме того, что Анна музыкант, что она христианин. Это не означает, что я понял, что она православная, но это уже было легко понять, потому что если она русскоязычная и так далее, вот, значит, православная. Также я заметил, как она несколько раз перед тем, когда вышла на сцену, перекрестилась. И вот, кроме того, у меня просто было плохо без тебя, было просто нехорошо. И, конечно, просто человек влюбился, и я почувствовал, что любые впечатления, впечатления, которые у меня были до этого, это было просто все подготовление к моей встрече с Анной. Вот так бывает иногда. Я решил подарить тогда диск британского композитора Джона Тавенера. И этот композитор, кстати, православный, англичанин, царство ему небесное, он тогда был жив. Но она даже, ну, она взяла диск, но она даже не стала его слушать, она не поняла. Между нами, Анна тогда, у нее был очень трудный период, она питалась, она писала с папой сценарии, она решила какой-то фильм снимать, использовать для этого и музыка, и танцы, и все. Ее голова, в принципе, хоть она была верующий, церковный человек, но голова, душа была уже немножко подальше от этого. В чем-то я в этом периоде даже был более религиозный, чем она. Как ни странно это не оказалось. Разочаровывалась просто вот так, один за одним во всем, впадала в какое-то такое уже крайнее отчаяние, но как человек очень трудоспособный, я продолжала, наоборот, эту скалу толкать, думая, что в какой-то момент я ее столкнула. Вот как раз в этот момент мы и встретились, то есть в какой-то степени мы оба совершили побег. Не думаешь? Мы оба совершили побег из нашей реальности. Бегство из Египта. И вот интересно, что один из наших имейлов, которые у нас есть, это имейл называется Фулиана. Ну, дело в том, что меня зовут дома сестры, и мама зовут меня Фули, Рафаэль, 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 Фули и Анна. Получается, когда есть действительно настоящая любовь, уже даже стирается, где я, где ты. И вот для меня это одно из вещей, которые очень дороги для меня, что это может быть какое-то взаимное самолюбие, получается. То есть, да, я люблю себя, и поэтому я люблю тот образ Анны, который у меня тоже в душе есть. Анна тоже любит себя, поэтому она любит тот имидж Рафаэла, который у нее есть. И мы через нашу взаимную любовь, вот, или взаимное, можно сказать, взаимное самолюбие, вот, мы как бы так и живем с благодатью Божьей, потому что Господь это источник любви, источник наше освящение, и, конечно, брак это в нашей традиции тоже таинство, такое же таинство, как таинство, там, крещение, венчание, рукоположение и так далее. Так что вот мы пытаемся с это благословение жить, и это благословение, это не только опять благословение для того, чтобы была такая христианская семья. Это, это само истекает из этого, но нельзя это ставить как цель. И пусть у вас у всех так и будет. Мы вам всем желаем много-много любви, благословения Божьего, и до самых скорых встреч.